По большому счету россияне не умеют покупать рыбу, говорят игроки этого рынка. Отсюда и возникла идея научить потребителя делать правильный выбор. Вопрос не только в безопасности продукта, за этим следят органы государственного надзора, но и в том, чтобы потребитель был уверен в качестве и защищен от обмана. Например, когда более дешевую рыбу продают под видом дорогой. Или когда производитель при заморозке использует много глазури, чтобы нарастить вес рыбы. Подобные уловки предприятий будут снижать их рейтинг. А за вкусную и красивую продукцию очки будут наоборот добавлять. Значительная часть критериев будет зависеть от отзывов покупателей, разъясняет исполнительный директор Рыбного Союза Сергей Гудков. И потребитель должен давать ответный сигнал, что меня интересует сегодня расширение ассортимента. Или сегодня меня интересует, какую рыбу выбрать для поддержания моего жизненного тонуса, для укрепления моего здоровья. Или я хочу просто устроить себе праздник. Проведение экспертиз, составление рейтинга и его публикацию в интернете будут оплачивать сами производители рыбы. Поэтому ряд экспертов выражает сомнения по поводу объективности такого реестра. Официальный представитель Росрыболовства Александр Савельев призывает покупателей все же полагаться на собственный выбор. Каждый покупатель должен для себя стать инспектором. Не просто, так сказать, заботиться о том, чтобы брюхо набить, а подумать о том, что за продукт питания, в данном случае рыба. Какого качества, где ее ловят, когда ее поймали, где она хранилась и так далее. Ну то есть хотя бы чуть-чуть погрузиться в тему, особенно если вы рыбу более-менее регулярно потребляете. Однако в Рыбном Союзе уверяют, что выставлять оценки предприятиям будут независимы от них общество защиты прав потребителей. Производители смогут влиять на свой рейтинг одним единственным способом. Как можно больше сообщать экспертам о преимуществах своего товара и модели бизнеса. Если, конечно, им нечего скрывать, продолжает Сергей Гудков. Это дополнительный стимул показать широкому потребителю сравнение со своими конкурентами. Пускай потребитель выбирает в одном месте, видит в одном месте весь реестр российских рыбопереработчиков, которые добровольно захотят туда предоставлять свои сведения. И пускай потребитель из этого перечня и выбирает. Скептики считают, что торговые сети в выборе поставщиков вряд ли будут ориентироваться на рейтинг. Им выгоднее приобретать товар у тех, кто предложит более низкую цену. А у недобросовестных производителей она обычно ниже. За счет экономии на налогах, качестве и квалифицированных кадрах. Валерий Мельянов, Вести ФМ.